Милосердие. Маленький мальчик стоял у витрины и по слогам объявления читал. В нём сообщал продавец магазина, что он забавных котят продавал. Мальчик несмело вошёл и с порога скромно спросил, сколько стоит ли. Церно знак прошептал. Это много, ручки засунув в карманы свои. Он потихоньку достал всё, что было. Да, это мало, хоть долго копил. Детское сердце невольно заныло. С горячим горьим он попросил. Дяденька, можно хотя бы глазочком лишь на ваших котят посмотреть? Были бы деньги, купил бы я точно. Но накопить мне никак не успеть. А продавец неспеша открывает крышку в огромной коробке. А из неё восемь котят выбегают. Ну, а девятый за ними ползёт. Хочет успеть за друзьями своими, но не угнаться за ними ему. А всё потому лишь, что ножки больные. Так он родился себе на беду. Мальчика, словно водой, окатили. Глазки свои отвести он не смел. И даже сказать, что-то было не в силах. Лишь на хромого котёнка смотрел. Но через силу, с огромным волнением, Еле чуть слышно, он вдруг повернил. Были бы деньги, то я без сомнения хромого котёнка у вас бы купил. А продавец с изумлением грустно ответил ему. Знаешь, котёнок больной, к сожалению. Родился таким, не излечишь его. Но если ты хочешь хромого котёнка, Могу тебе и весенник отдать. Никто и копейки не даст за такого. Я и не думал его продавать. Мальчик ответил серьёзно и строго. Деньги у мамы могу я занять. Я заплачу за котёнка хромого. Чем же он хуже здоровых котят? Стоит он так же, как стоят другие. Полную цену я вам заплачу. Будем с ним жить мы, как братья родные. Очень котёнка купить я хочу. Это сказав, он неловко нагнулся И под штанину зачем-то полез. Посмотрев на него, продавец ужаснулся. Вместо ноги он увидел протез. Слёзы в глазах, горликом, дрожь потел. Всё стало ясно теперь продавцу. Мальчика крепко обнять захотелось. Руки свои протянуло к мальцу. Знаешь, знаешь, чего я хотел бы, Чтоб остальные котята нашли Таких же заботливых и малосердных, Хороших хозяев, таких же, как ты.